Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Всем хороших выходных, но будьте осторожны, что мне кажется, будет атака на биткоин, и он может упасть. Посмотрите, биткоин опускался уже на... подождите, перегружается... опускался на 57600 долларов вчера, и чуток обновил локальный минимум 56700 долларов. А здесь он опускался на 57800, то есть чуток ниже получается, этот минимум. Также всплеск на торговых объемах, откупали биткоин, это интересно. И сейчас я четко вижу, когда я вот смотрю на этот график, на часовой, здесь по-любому голова и плечи, плечо, голова, плечо. Капитализация рынка 2.18 триллиона долларов. Количество посетителей на сайте все еще поломано. На 15-минутном чарте мы видим отскок на биткоине. Зашли тут хорошие торговые объемы. Индекс страха и жадности находится в страхе. А цена биткоина 59200 долларов. В этом видео сделаем теханализ биткоина, эфира. Покажу вам свой торговый аккаунт на 600 тысяч долларов. И покажу, где я расставил ордера на покупку. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Я еще ничего не покупал. Давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки и идем сразу на биткоин. Опять же повторяю, еще не активировались мои торговые заявки. И похоже, что на этой неделе будут большие объемы. Но свечу мы получаем по итогу медвежью поглощающую. Стохастик все еще направлен вниз. Сквиз моментум красный. Да все практически блогеры, трейдеры настроены на рост. Но я вижу другое. Я вижу, что стохастик и RSI направлены вниз. Сквиз моментум все еще красный. В зеленую зону еще не зашел. Да и в серую тоже. Поэтому обратите внимание. Криптогурубот все еще держит сигнал на покупку, который он дал в феврале прошлого года. Тогда биткоин стоил 20 тысяч долларов. Этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Биткоин индикатор бот дал сигнал на продажу. Давал на покупку, затем на продажу. Часто дает сигналы. И так же, что я вижу на крупных таймфреймах. Я вижу тут два паттерна. Или даже три паттерна. Это большая чашка с ручкой. Также у нас огромный бычий флаг. И расширяющийся клин. Это тоже бычья формация. Но так же формируется еще один паттерн. Нисходящий клин. Внутри давление давление. И только там будем вверх выходить. Поэтому посмотрим, может и эта фигура отработает. Перейдем теперь на дневной таймфрейм. Здесь стохастик пытается развернуться вверх. RSI тоже. Интересно. РСА и стохастик пытаются развернуться вверх. Надо ж такое. Объемы. Все еще. Что объемы? Объемы окей. Ну, может быть и падают чуток. На дневном я вижу голову и плечи. Плечо, голова, плечо. Я так в долгосрочной перспективе-то на рост настроен. Но в краткосроке, в ближайшее время, я думаю, что может быть еще одно падение. О, дерьмо. Там может упасть, получается, на 37 тысяч. Я, честно говоря, так не думаю, что ниже годовой поддержки мы опустимся. Я даже думаю, что и на 42 мы не дойдем. Но если прям совсем уж какие-то плохие новости, так-то других причин я не вижу. На дневном стахастик пытается вверх развернуться. На 4-х часов он направлен вверх. Но вы видите, что рост не задался. Там тоже многие говорили, что пора залетать уже. Что ты продал, что не купил? Они долбили меня этими вопросами. А вот почему. Потому что упал биткоин. Могло закрыть. Посмотрим, может быть, какие-то еще паттерны формируются. Что-то уже начинаем тут видеть. Нисходящий клин. Чик-чик-чик-чик. И можем выйти вверх из этой фигуры. Но, честно говоря, я бы не... Я, в общем, поставил ордера ниже. На 56 тысяч и на 54 тысячи. Это мои заявки на биткоине. По этой торговой идее. 54,767. Стоп-воз на 54,223. Риск 543 доллара. Тейк-профит на 105 тысяч. Заработать можно 51 тысячу долларов. Риск 543 доллара. Заработать можно 51. С десятым плечом будете торговать, заработайте 510 тысяч долларов. А вторая цена входа 56,506. Стоп-воз на 56,208. 297 долларов риска. И заработать можно 48 тысяч и 800 долларов. В расчете на один биткоин без плеча. Две такие торговые идеи. Также я вижу на 4-х часовом. Смотрите. Симметричный треугольник формируется. Вот он. Симметричный. Видите, да? Треугольник. Это симметричный треугольник. Внутри давление, давление. И вниз выходим. И похоже, что именно это на биткоине и формируется. Да. Продолжение нисходящего тренда. На самом деле, может биткоин... Ну то есть я имею в виду, что может оттолкнуться и от 56 тысяч, от 54 тысячи. Но очень возможно, что он упадет и на 48 тысяч долларов. Из этого симметричного треугольника так выйдет. Да, может быть сократить позиции на 56 и 54. Сделать там поменьше объем заявок. Давайте еще на часовом посмотрим. Уровни поддержки, торговые объемы. Если будут плохие новости на выходных, то биткоин упадет. Теперь покажу вам свой торговый аккаунт на 600 тысяч долларов. Но сначала напомню про полезные ссылки. На Байбит регистрируйтесь, получайте бонус до 60 тысяч долларов. Если вы им пропустили аирдроп доксов, нужно было вам подписаться по моей ссылке. А много людей, кто это сделал, они меня благодарили за этот аирдроп. Также проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь техническому анализу. И ссылка номер три. Присоединяйтесь к моему телеграмму. Переходим теперь на Байбит. Здесь у меня 609 300 долларов. На этой неделе было 639, даже несмотря на то, что я предсказал падение. Было 639, осталось 609 тысяч. Но если вы посмотрите по месяцу, у меня было 530 тысяч. То есть получается за месяц я заработал 79 тысяч долларов. И посмотрите мои покупки и продажи на биткоине. Опять не показывает мои покупки. Я вам покажу на споте. Смотрите, где я продал и где я купил. Вон там я продал биткоин по 66 тысяч долларов. Купил биткоин по 48 тысяч. И продал биткоин по 65 тысяч. И поставил ордеры на покупку. На 56 тысяч 500 долларов. На пол биткоина. И также... Еще одна где-то заявка. На один биткоин по 54 тысячи. И также... Что также? А, это на споте. А также на деривативах. На 5 биткоинов по 48 тысяч. И на 5 биткоинов по 54 800. Поэтому 5 биткоинов по 54 800. И 5 биткоинов по 48 тысяч. Хм... А может быть я поставлю еще на 56 500. Давайте на 2 биткоина по 56 тысяч 500 долларов. 2 биткоина по 56 500. Ту-ту-ту. Поставили заявку. И теперь получается 3 заявки. 2 биткоина по 56 тысяч 500 долларов. 5 биткоинов по 48 тысяч. И 5 биткоинов по 54 800. И также на споте. Юни по 4 70. 3 доллара 80 центов. Доджкоин по 0.74. Короче, вот они все мои заявки. Также пол биткоина по 56 500. Доджкоин 0.053. 74 81. Юнисвап 3 80. 10 эфиров по 2 300. Ворлдкоин по 0.98. Теперь давайте посмотрим, что еще можно взять. Юнисвап 5 долларов 90 центов. Расширяющийся клин на Юнисвап. Отработал ровно так, как я и предсказывал. Прошел вниз. И опустился на 5 долларов 50 центов. У меня стоят заявки на 5 долларов 40. 4 70. И 3 доллара 80 центов. Но похоже, что очень скоро уже Юни опустится на 5.40. Что там у меня по Юнисвап? 4 70. 3 80. По 5 40. Сколько я собираюсь брать? 2 000 Юни. Это примерно на 10 000 долларов. Хорошо. Также по 3 80. 5 000 монет. И по 4 70. Тоже 5 000. На нижних уровнях объем заявки побольше. Хорошо, теперь давайте почитаем комментарии. Может быть вы тоже что-то просили проанализировать. А если нет, то пишите. 58 хорошая ли цена для покупки? Только что ответил на ваш вопрос. Спасибо за твой сигнал, который предупредил о падении рынка. И я бы хотел купить твои курсы. Есть ли перевод на русский язык? Да есть, ребята. В описании под видео ссылка на этом канале. На разные языки переведено, но на русском тоже есть. Спасибо, Джеймс, за то, что делишься своими знаниями. Смотрю тебя с 21 года. Финансовая свобода для всех. Правильный у тебя посыл. Спасибо, Мишель. Спасибо тебе, Джеймс. Четко, ясно, конкретно. Делаешь теханализ. Как всегда. Спасибо, Марк. Ровно как ты и предсказал 3 дня назад. Биткоин все еще падает. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, бро. Пожалуйста. Очень тебя любим. Смотрите-ка, сколько позитивных сообщений. Джеймс, ты лучший из лучших из лучших. Самый гениальный гений. Спасибо большое. Сделай, пожалуйста, теханализ DOGS. Но там не на что еще смотреть. Там еще ничего не сформировалось. Джеймс, сделай, пожалуйста, теханализ BitTensor. Тикер Тао. Хорошо. Давайте посмотрим, что еще просят. К черту, эти рынки я здесь только ради. Привет, гуру. Хожу за позитивом. Спасибо за твои ежедневные видосы. Я бы лучше торговал на фондовом рынке. Мне тоже нравится фондовый рынок. Сейчас, я думаю, Тесла. Хорошее приобретение. Я много купил. По 140 долларов. Если вы знаете. Джеймс, привет тебе из Украины. Смотрю тебя в перерыве между обстрелами. Война – это плохо. Не воюйте. Берегите себя. Это все игры политиков, которые заставляют людей воевать. Убивать собратьев нехорошо. У меня вопрос. Зачем в твоем портфеле такие монеты, как MCRT и Pocket? Потому что мне нравится покупать, инвестировать в проекты с низкой капитализацией. Вот, например, MCRT – я ранний инвестор в этом проекте. Pocket – я не являюсь ранним инвестором. Очень хорошая технология стоит за этим проектом. Поэтому я покупаю монеты с низкой капитализацией, которые могут стать новым эфиром или гуглом. Вот почему я все это покупаю в долгосрок, пока не зайдут в топ-100. Но это не финансовый совет. Вы должны проводить свои исследования и принимать свои решения. Не забывайте также присоединиться к моему телеграмму. Здесь трейдеры обсуждают. В Англии банки закрыты на выходные. Я думаю, что биткоин упадет. И активируются мои заявки. Ну хорошо. Давайте посмотрим же, кто что просил проанализировать. Это уже было. Читал. Джеймс Тесла. Пожалуйста, Теслу сделаем. Джеймс Криптогуру. Я подписался. Спасибо. Пожалуйста. Додж Коин. Хорошо, давайте тогда Додж Коин. Додж Коин и Теслу. Тесла. Тесла. 214 долларов. Я покупал Теслу по 140 долларов. Вот здесь я покупал. Хорошо так затарился. Можно было, честно говоря, и продать там по 260. И здесь откупить по 180. Это была бы очень хорошая прибыль. Я купил по 140 и чик, а там 94% прибыли. Можно было получить. А затем было примерно, сколько было там? Это было падение на Тесла. Падение было 33%. А затем еще одну прибыль. Можно было собрать. Сколько? 25%. Шикарно так. Честно говоря, сильные уровни поддержки. На 200 долларов поддержка. Там можно подобрать еще Теслу. И здесь очень хороший паттерн формируется. В долгосрок. Это симметричный треугольник. Внутри создается давление. Давление. И выходим вверх. Когда пройдем 70% длины. И таким образом цель получается 578 долларов. Еще раз напоминаю, что под видео полезные ссылки. Не забывайте подписаться на мой твиттер. 88 тысяч фолловеров у меня. Вчера вот столько стало. Провожу гивауэй. Можно выиграть мой курс по криптотрейдингу. Ребята, что-то очень важное произойдет в Мэджик Крафте. Сентябрь 25-е. Не пропустите. Я даже не знаю, о чем это. Какое там будет событие. Но вот активно анонсируют. Стариканы по всему миру. Пытаются удержаться у власти. Экс Старлинг и Илон Маск. Не могли бы вы им послать их нахер. А также. Все еще медвежий флаг на биткоине. На мой взгляд. Ну что ж, на этом все на сегодня. Будьте осторожны. Обычно на выходных, когда ETF закрыты. Они пытаются выпустить какие-то плохие новости. Это плохие негативные нарративы. Чтобы уронить рынок. Но это хорошее-то время-то для покупки на самом деле. Я расставляю там ведра. Чтобы туда наливалось. Вот такие дела. Всех люблю, обнимаю. И увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok